По свежим следам. Ей-богу, не стал бы ничего писать, но тут вдруг министр культуры Мединский подъелдыкнул в твиттере. Дескать, где же после Одессы все эти Макаревичи, Шевчуки, Акунины, почему не выходят на марш мира? Уже выходили, господин министр. И, кстати, ради того, чтобы этой катастрофы в Одессе не случилось. У нас за марш мира фашисты записывают. А в Одессе еще долго будут искать виноватых, и каждый в пользу своей правды. А между тем погибли люди, и им уже все равно, кто первый бросил спичку. Этой катастрофы не могло не быть. Степень вранья и ненависти с обеих сторон достигла такого предела, что ружье должно было выстрелить. Не в Одессе, так где-нибудь еще. Продолжаю пребывать с большой печалью в убеждении, что если бы не крымский прецедент, не было бы сегодня ни бешеной вражды Киева и Юго-Востока, ни бредов самопровозглашенных республик, не было бы человеческих жертв и, возможно, Одесской трагедии. Я не говорю про то, что мы в один момент изолировали себя от всего цивилизованного мира. Не говорю про пресловутые санкции, которые мы ощутим на себе завтра. На уровне жизни нашей власти они не скажутся. Они скажутся на жизни граждан. Был бы рад, если бы меня кто-нибудь аргументированно переубедил. Но, увы, слышу только хамство и ругань. Орать о величии и ненавидеть весь мир проще, чем строить дороги, города, поднимать промышленность и жить с этим миром в гармонии. Субтитры создавал DimaTorzok